Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Город полон тайн и звуков ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. Город и камни люблю, грохот его и шумы певучие. Музыкальный маршрут. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Может быть, остановимся? Слушаемся? Театральная площадь. Большой театр. И война. Искусство и кровь, искусство и смерть. Как все страшно соединилось. Искусство, которое тоже воевало, сражалось за победу. Всеми своими силами, всеми своими возможностями. Ну вот представьте себе, что мы находимся в Москве 41-го года. Началась война, осень 41-го года. И я думаю, мы бы не узнали Большой театр, потому что он был довольно-таки умело замаскирован. Это было некое нагромождение каких-то непонятных объемов. Все было раскрашено. Сама театральная площадь была раскрашена. В чем цель такой маскировки? Чтобы немецкие летчики, которые участвовали в налетах на Москву, не могли разобраться, где они находятся. Вот очень интересно придумали. Ведущие художники участвовали в этом проекте маскировки Москвы. И вот представьте себе, что летчик немецкий действительно с самолета не мог разглядеть, где Красная площадь, например. Всю Красную площадь разгородили, разрисовали. Превратили ее в жилой квартал с воздуха. Вот так выглядели площади Москвы. Так выглядел не только Большой театр, но и Манеж. Но все-таки бомба попала. И немцы стали летать ночью. То есть не только днем, но и ночью. А ночью им очень помогала Москва-река, в которой отражалось небо. Это естественный ориентир для них. Но стали думать, ну как быть, что делать? Надо замаскировать обводной канал. Решили построить над ним крышу. Якобы это какой-то огромный амбар. Делали все, что можно. Лишь бы не дать немецким этим стервятникам, асам бомбить Москву. Но, тем не менее, первый налет состоялся уже 22 июля 1941 года. Вот так немцы отметили своеобразно месяц со дня начала войны. И очень активно бомбили Москву. Погибло несколько тысяч человек. Бомбы падали очень густо, особенно в центре Москвы. Почему? Дело в том, что вокруг Москвы и в самой Москве было организовано три кольца противовоздушной обороны. На первом этапе немецкие самолеты встречало первое кольцо. То есть вот эта цепь зенитных орудий. Ну, конечно, многих из них сбивали. Но все-таки немалая часть прорывалась. Дальше, в районе Садового кольца, следующий этап противовоздушной обороны. Там сбивали много. А тех, кто прорывался в центр Москвы, сбивали уже непосредственно из зенитки на улице Горького. Той же самой, да. Есть знаменитые фотографии. Зенитчики на крыше. Дом номер 4 на улице Горького. И вот что получалось. Вот эти вот бомбардировщики, летевшие с определенной целью разбомбить, в том числе, Большой театр, Кремль, Стадион Динамо, Станции метро. Весь свой боезапас они сбрасывали, естественно, уже в центре Москвы. Потому что дальше лететь было некуда. Вот потому бомбили и Арбат. И, кстати, бомба угодила в театр Вахтангова. И погибли артисты этого театра, которые находились на крыше в это время. И таким же вот образом бомба попала и в Большой театр. В вестибюль. Вестибюль между колоннами и центральным подъездом. Пробила крышу, упала бомба вниз. А интересно, что в этот момент проводилась реконструкция в Большом театре. В частности, реконструкция плафона знаменитого с музами. Руководил этим процентом знаменитый художник Павел Корин. Вот они сделали высоченные леса. И каждый день раз по 10 туда поднимались. И бомбоубежище нужно было бежать. Конечно, работа была адская. Но все-таки они смогли привести в порядок этот потолок, плафон. Ну и, конечно, сам Большой театр пострадал немало во время войны. Потому что во время эвакуации в Куйбышев эшелон с декорациями погиб. Погиб, да. Там даже Саш Человек погиб. Погиб заведующий постановочной частью театра. Рабочие погибли. Исаев, да. Вот что же получилось? Ведь Большой театр решено было эвакуировать в Куйбышев. Это запасная столица Советского Союза. Город особый. Туда же отправили все дипломатические представительства. Туда же отправили президиум Верховного Совета. В главе с Калининым номинальным главой государства. И Союзное радио туда отправилось. Союзное радио. Вот обратите внимание, отношение к Большому театру было очень серьезное. То есть его приравняли по своему значению к президиуму Верховного Совета. И вот этот эшелон разбомбили по пути. Когда они уже приехали, встал вопрос. А что же мы будем играть? В Куйбышеве все сгорело. Сгорели декорации. Костюмы. Сгорели костюмы. Как играть, например, Иван Сусанин или Борис Годунов. В общем-то, оперы патриотические, которые очень нужны были в это время. Но вышли из положения так. Как решили ставить те оперы, где артисты могли бы выступать в концертных костюмах. И таким образом был поставлен Евгений Онегин и Травиата. И вот еще почему эти оперы часто шли во время войны на сцене Большого театра. В частности, в Куйбышеве. Интересные воспоминания артистов. Козловский вспоминает, как добирались до Куйбышева. Сесть в поезд было практически невозможно. Мы ехали 14 суток на машинах. А в Куйбышеве долгое время жили в железнодорожных вагончиках. А еще вспоминает артист Большого театра Владимир Кудряшов. Это солист балета Большого театра. Он рассказывает, что предупредили накануне выезда. Сказали, что нужно брать с собой только один чемодан. И все. В четырехместном купе ехали 8 человек. Кудряшов вспоминает, что его компания была прекрасной. Я оказался с Мирик Пашаевым, моего женой. Я оказался вместе с Кучатуряном и Шостаковичем. И вспоминает, как они с Шостаковичем ходили за водой. Спускались с поезда. Дмитрий Дмитриевич всегда надевал калоши. Набирал сосредоточенный кипяток. Подходил к поезду. Калоши снимал. И входил в купе и в вагон. И Кудряшов спрашивает. Дмитрий Дмитриевич, ну до грибов ли? До галоши ли сейчас дело-то? А Шостакович ему ответил, что до галоши всегда. Я в помещении не могу позволить себе войти в верхние обуви. А вы знаете, удивительное совпадение. Какой спектакль был назначен на 22 июня 1941 года? Какой? Премьера Ромео и Джульетты на музыку Шарля Гонна. Трагедия. Субтитры создавал DimaTorzok Дирижировал Мелик Пашаев. Вот странное совпадение. Трагическая опера. Естественно, эта премьера состоялась. Но можно себе вообразить, какая обстановка. Что было в душах у людей, которые узнали об этой трагедии? Началась война. И, конечно, подавляющее число людей, несмотря ни на что, были настоящими патриотами. Это факт есть такой. Тот же самый Борис Александрович Покровский. Он в то время работал в Горьковском театре оперы и балета. И вот его театр находился в Иваново на гастролях. Так вот он, только узнав о том, что началась война, он решил добровольцам пойти на фронт. И он пошел в свой военкомат. Его уже обрили, понимаете, уже чуть ли не о бунтировании ему выдали. Потом его вызывает военком и говорит, зачем вы к нам пришли? Ну, как зачем? Это же мой долг. Мы вас вызывали. Нет. Вот и идите. Что вы можете делать Покровский? Я ставлю оперы. Он говорит, вот опера Нижегородцы, патриотическая опера. Нам не нужны Нижегородцы. Вы умеете ставить оперетки? Он даже переспросил, какие оперетки? Оперетки, нам нужны оперетки. Вот давайте Сильву и поставьте. Чтобы повеселее. Да, это очень важно. Что хотели бойцы, офицеры на фронте услышать? Да, было, конечно, обязательной программе фронтовых бригад. Патриотическое нечто. Это само событие. Но особенно им хотелось что-то... Обязательно повысить настроение перед боем. Вот, например, вспоминает артисты Большого театра, когда приехали в Куйбышев. Сразу, практически, они сформировали фронтовые бригады и выезжали на фронт. Вспоминает, что мы выступали в госпиталях. И что хотели люди? Мы пели «Любимый город» Соловьева, Седова, «Землянку», «Листова». Пели, переходя из одной палаты в другой. И была полная тишина. Не было аплодисментов. Потому что люди лежали тяжело раненые. И чаще всего без рук и без ног. Молодые ребята. А вы знаете, вот Иван Семенович Козловский признавался, что ему было даже как-то стыдно. Когда он видел их. Когда он видел этих солдат, которым вот через полчаса идти в бой. Может быть, последний бой для них. Ему было стыдно. Его мучило это. Что как же так? Они уходят воевать. На смерть. На смерть. А он? Поет, я помню, чудное мгновение. Да, и не только. Но ведь в эти же годы, благодаря Ивану Семеновичу, знаменитый вальс на сопках Маньчжурии возродился. Он его исполнил? Да, он нашел, исполнил. Стал очень часто исполнять. И солдаты стали просить его. Тихо вокруг сопки покрыты мглой. Вот из-за туч блеснула луна. Могилы хранят покой. Белеют кресты. Это герои спят. Прошло в отине кружатся вновь. О жертвах боев твердят. О сопках Маньчжурии. Они ездили вместе с Максимом Дормидонтовичем Михайловым. Очень много изъездили они. Сотни концертов дали. Так вот, Михайлов выступал прямо в окопах. И более тысячи раз он исполнил арию Ивана Сусанина, знаменитую его предсмертную арию. И вот интересная была обстановка. Порою командиры предупреждали артистов, не пойте громко. Потому что это же был фронт. А солдатам говорили, хлопайте молча. И они хлопали, действительно, молча. Артисты пели в полголоса. И все понимали, что вот буквально в нескольких километрах фронт. И очень часто под обстрелами выступали. Очень часто. Например, Павел Герасимович Лисициан, наш знаменитый баритон. Интересный документ сохранился. Представление Лисициана к награждению медалью за оборону Москвы. И вот ему буквально дают характеристику. Как человеку храброму пишется в этом представлении, что товарищ Лисициан Погос Карапетович, это было его, кстати, стоящее имя, в составе фронтовой бригады проявил себя как подлинный патриот. Не считался ни с какими трудностями фронтовой обстановки. Он выступал на передовых позициях. Более того, Лисициан был награжден именным оружием. А наградил его генерал Даватор, знаменитый. И Лисициан описывает эту историю. Они приехали выступать. Это было под Москвой. Вот как раз битва за Москву идет. Кжатск, Можайск, Вязьма. И вот они подъехали. Река перед ними. И вдруг они видят, горцует сам, наконец, Даватор. Офицеры с ним. И каждый ведет под усцы лошадь. Для каждого артиста. Их сажают на лошадь. И через эту реку они переходят. И замечательно их встретили. Лисициан был поражен. Избы натоплены. А уже холодно было. Осень поздняя. Большие столы. Все сделали для отдыха артистов. Даже сделали сцену. Это было поразительно. Потому что часто ведь выступали, например, на грузовых машинах. Вот выступал Гиллис, например. Эмиль Гиллис тоже под Москвой. Так вот, чтобы рояль поставить, подогнали две полуторки. Так он выступал. А здесь Лисициан говорит, что поразительно нас встретил Даватор. И вот Лисициан стал исполнять одну из самых популярных песен своих. Была такая песня. Песня «Смелых». Наверняка она есть в фонде радио. Там такие слова. «Смелый к победе стремится», «Смелым дорога вперед», «Смелого пуля боится», «Смелого штык не берет». Когда закончил выступать, то поднимается Лев Даватор и вручает ему саблю с именной гравировкой. Он был, конечно, поражен. А потом в награду актерам конники Даватора провели скачки с препятствиями и продемонстрировали даже приемы джигитовки. Ну вот, что было дальше? Вот очень интересно. Лисициан выступал очень активно под Москвой. Уже, конечно, не везде была сцена, как у Даватора. Блиндажи, сараи, танцоры увязают в грязи. Немцы обстреливали постоянно передний край. И вот Лисициан вспоминал, что дважды ему грозила неминуемая гибель. Но чутье его не подводило. Значит, однажды что вышло? Им на постой отвели в школу сельскую. И вот они там разместили, сено им дали, чтобы они могли спать на нем. А Лисициан что-то такое почувствовал. Говорит, мне здесь нехорошо. Пойдемте из школы в соседний сарай. И только они туда подошли, как в школу попал немецкий снаряд. А второй раз, тоже очень примечательная и трагическая история, их очень хорошо приняли. Это было подвязьмой. Вот последний концерт кончается. И командир говорит им, ну что вы поедете в Москву на ночь? Оставайтесь у нас, отдохнете. Но Лисициан опять что-то почувствовал. У него в это время в Москве оставалась жена Дагмара. И они все-таки по настоянию Лисициана решили ехать в Москву. Да, и вот они едут в Москву и встречают другую группу артистов. Те плоченьков встречались, которые ехали им на замену. Те поехали дальше в расположении воинской части. А Лисициан ехал в Москву. И утром он узнал, что немцы высадили десант в расположение этой части. Расстреляли всех артистов-евреев, а остальных взяли в плен. И судьба вот этих людей, оказавшихся в плену, была, конечно, трагичная. Из них только единицы вернулись в народе. Какие судьбы, какие случаи. И как удивительно, кого-то судьба бережет, а кого-то нет. Музыкальный маршрут. Дома и улицы хранят память о мгновениях жизни, счастья, страсти. Прислушаемся и посмотрим на наш город через призму поэзии, через призму музыки и призму любви. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Знаменитый Иван Петров из обрусевших немцев, настоящая фамилия его Краузе, во время войны участвовал во фронтовых бригадах. Вот он вспоминает о том, что зима стояла страшная, было холодно. И где давали концерты? Ну, в лучшем случае, изба или же выступали на опушке леса под елками, или в какой-нибудь разбитой, разрушенной церкви. А чаще всего вообще в землянках. И из части в часть шли пешком, холода стояли страшные, челюсти сводило. И он вспоминает, что не мог произнести после концерта ни одного слова, будто бы все немело. Но удивительное дело, вспоминает он, никто из нас за всю войну ни разу не только не простудился, но ни разу не заболел серьезно. И вот весной в 43-м году он вернулся в Москву, Петров, и его приняли в труппы Большого театра. Вот про болезни это очень интересно. Многие ветераны вспоминали уже потом, что как странно. Они могли часами лежать в снегу при 40-градусном морозе, но ничего не было, ни насморка, ни кашля. Вот как это можно объяснить? То ли мобилизация организма. А с Петровым, с Иваном Ивановичем, очень интересная история. Он также пошел в военкомат, где у него спросили, а почему у тебя фамилия такая? Краузе. Ты что, немец? Он говорит, нет, мои предки давно носят такую фамилию. Ну, ему говорит военком, знаем мы, его отправили не на фронт, а в строительный батальон. Он там наводил мосты какие-то и тому подобное, действительно, в жутких условиях. И это спасло его. Голос он не потерял. Он еще был, Саш, знаменитый волейболист. В 38-м году он был в сборной страны по волейболу. А родился он действительно из семьи потомственных, обручевших немцев. Было пять детей, отец его был железнодорожный инженер, одет его, купец в первой гильдии. В Сибири построил два театра, один в Новосибирске, другой в Иркутске. И вот он в строительном батальоне, конечно, речь не шла о том, что сохранить голос, Божию упаси, но узнали, что он выступает самодеятельно. Потом у него же еще музыкальное образование. И вот тоже ведь посмотрите, как судьба распоряжается. Ну, за что вот он пострадал? Только потому, что у него вот такая... Немецкая фамилия. Ему, правда, пришлось ее сменить. И также вот он оказался в городе Фрунзе, столице Киргизии. И там совершенно случайно местный военком, узнав о том, какой у него голос, сказал, что, знаешь что, ты будешь петь в Большом театре. И вот, как часто бывало, один человек решил судьбу другого. И поехал Петров в Москву. Здесь он пришел в Большой театр. Его прослушал самосуд. Но сразу он не стал петь, потому что ему нужно было вот уехать со фронтовыми бригадами. Он рассказывал неоднократно вот о тех же случаях, что стоит только зазеваться. Случайные пули могла сразить артиста. Любого, кто находился при фронтовой зоне. Сколько раз они подвергались опасности смертельной с другими актерами. И вот он уже возвращается в 43-м. Это очень молодой солист. Он исполняет арии, которые до него пел Рейзен, Пирогов, Михайлов, всегда Борис Годунов, Иван Сусанин, Гремин. Ну и вот как-то на спектакль пришел Сталин. Послушал его, Краузе пел в опере Серова «Вражья сила». Потешу я свою хозяйку, Возьму я в руки балалайку. Ему понравилось Сталину. Он вызвал к себе директора. И говорит, хороший молодой человек, мне нравится, как он поет. Но вот фамилия у него какая-то, знаете. Что же это, наш народ. Это был в конце войны уже. Такую войну выиграл. Придет в Большой театр, а тут на афише немецкая фамилия. Вы ему скажите. Пусть он подумает. Может быть псевдоним возьмет. Директор пошел к Ивану Ивановичу и сказал, что вот товарищ Сталин тобой интересовался. И передал ему все. Ну, молодой человек совершенно подумал, что товарищ Сталин про меня забудет. Ну, конечно, где ему помнить? Он думает, куда ему там фронты эти передвигать, правильно? Хоть страну налаживать, как поднимать из руины. Конечно. А тут какая-то фамилия. А тут луизы. Плюнул. Думаю, забудет он про меня. То есть, он совершенно несерьезно отнесся к этому. Приходит товарищ Сталин в следующий раз, вызывает в себе директора и говорит, послушайте, а вы что, просьбу мою не передали ему? Я ему все сказал, товарищ Сталин. Да? Я ему еще раз скажу. Ну, скажите ему. Прибегает директор, прибегает к Ивану Ивановичу и говорит, товарищ Сталин опять про тебя вспомнил. Я тебя прошу, третьего раза может и не быть. Будь человеком. Он просто умолял. Расстреляют всех. Не то, что даже. Он говорит, третьего раза будет. Не будет. Он про тебя опять вспомнил. Ну, тот пришел домой. Сели они с женой. Стали думать. Другого выхода нет. А у нее была фамилия Петрова. У его жены балерина Большого театра. И взял он себе псевдоним Петров. И товарищ Сталин от него отстал. И Иван Иванович Петров действительно один из лучших оперных певцов, басов. Он пел четверть века. Там уже смелый был человек. У него посадили мать. Так вот, это после войны было. Ее никак не хотели прописывать в Москве. Так он поставил условие. Или вы прописываете ее, или я ухожу из Большого театра. Ему пошли на встречу случай. Редкий. Редкий. Но надо сказать, что всякое бывало на войне. Всякое. Есть еще одна судьба, которую, мне кажется, можно вспомнить и нужно. Иван Данилович Жадан. Тенор, знаменитый тенор, обласканный судьбой, властью, успехом, потрясающе блистал. Мы говорим Собинов, мы говорим Лемешев, Козловский. Но Жадан был гораздо ярче этих артистов. Он был дослуженный артист. Он жил в Брюсовом переулке. Да и потом все ведущие партии, гастроли за границей, гастроли по стране, пластинки, портреты. Сталин его обожал, как рассказывают, вызывал к себе, благодарил, он услаждал его пением. Но в 1937 году начались неприятности. А начались они в Риге. Он приехал на гастроли в Ригу. Безумный успех, сказали бы, ему сейчас был. И город попросил его остаться, продлить гастроли. И попросил, чтобы он пел в нескольких операх, чтобы он исполнил, по-моему, Ригалета и Фауста. Но костюмов не было. И тогда, что делает советский посол в Латвии в то время? Он посылает за костюмами специальный самолет. Самолет возвращается. Успех, цветы, шампанское. Но через некоторое время посол исчезает. Так до сих пор и неизвестно, где он. Арестовывают друга Жадана, директора Большого театра тогдашнего. И у Жадана начинается грустная судьба. Его перестают приглашать. Ролей не дают. И в это же время он переживает какую-то страшную операцию, связанную с горлом. Он не говорит, молчит целый год. Но когда начал петь через год, появились какие-то новые нотки. Новые интонации появились. И это было блистательно. Началась война. И когда началась война, он отвез свою семью на дачу. Где, собственно, и жили многие артисты Большого театра. Недалеко от Москва. Манихина. Да, Манихина. И что было потом? Там жили не только артисты Большого театра. Там и вахтанговцы жили. Вот знаменитый Освальд Лазунов. Прелестный вахтанговский актер. И вот немцы высадили десант и захватили их всех. И, соответственно, тогда уже каждый стал выбираться поодиночке. Там была история еще удивительная. Как вспоминает Жадан в своих мемуарах. Он говорит, что пришли немцы, а концертмейстер Большого театра очень хорошо знал немецкий язык. Пришел немецкий офицер и сказал, ну что, кто вы? Они говорят, мы артисты. Артисты, а вы что умеете? Мы поем. А Вагнера сможете спеть? И они спели Вагнера. И каждый вечер устраивали концерты для немецких офицеров. Через некоторое время наши захватили Манихина. И встал вопрос, что делать. И Жадан решает вместе с женой и маленьким сыном, старший сын был на фронте, идти вместе с немцами. Потому что, думает, ждут лагеря, могут посадить. Кроме того, его лучшего друга Александра Пирогова, знаменитого Баса Большого театра, обвиняли в 1941 году в страшной истории. Он не мог вместе с театром эвакуироваться. У него тяжело болела жена Валерина Большого театра. И ему сказали, ну что ж, Саша, ты, вероятно, немцев ждешь. И поэтому не хочешь ехать с театром. Да, удивительно. Фирогов уехал. И вот Жадан отправился с немцами. Там была удивительная какая-то фантастическая история. Он оказался в оккупационной американской зоне уже после войны. Тяжело заболела жена. И мы уже помним, что было соглашение о выдаче всех перемещенных лиц. То есть их ждал лагерь. В лучшем случае расстрел, как обычно. И тогда он встречает очаровательную 23-летнюю американку. У них завязывается бурный роман. Она вывозит его и его жену в Америку. Жене делают операцию. Все у него налаживается. Дальше судьба его складывается. Еще более удивительно. Он выступает в Карнеги-холл. Огромный успех. Ему 50 с лишним лет. Выпускаются пластинки с портретами, фотографиями. Но он понимает, что здесь он вряд ли кому-нибудь будет нужен. Голос уже не тот. И он мечтает поселиться на небольшом острове в океане. Что случилось? Он купил землю. Поселился в Карибском море со своей очаровательной молодой женой. Построил много коттеджей. И жил там припевающе. Вернулся в Москву. Он два раза захотел посмотреть перед смертью. Ему было уже за 90 сильно. Сына, который, как и его свекровь, таскали по лагерям много лет. Сын получил 10 лет лагерей. И вышел только в 1953 или 1954 году. Его никуда не принимали на работу. Ему негде было жить. Но, в общем, судьба старшего сына страшная. Он приехал, они поцеловали друг друга. Он, Жадан, уехал и умер в Америке в 93 года. Сын дал интервью. Один из вопросов был такой, что вы проклинаете, наверное, своего отца. Вы его презираете. Он испортил жизнь. Все изуродовал вам. И сын ответил очень достойно. А за что мне его презирать? Он никого не убивал и никого не предавал. Он стал жертвой обстоятельств. Да, достойный ответ. Но Жадан далеко не единственный пример вот такой трагической судьбы актера на фронте. И вот здесь мне вспоминается судьба другого замечательного певца. Он уроженец Москвы, но пел он в Ленинграде. Николай Печковский. Известнейшая личность. Он был уже к 41 году народным артистом РСФСР. Родин Ленина имел. И был он директором филиала Ленинградского театра оперы и балета. И вот история, кстати, очень похожая. Ленинград, сентябрь. Немцы подходят все ближе. И он уезжает в одну из предлежащих деревень. Мать забрать. Потому что Ленинград угрозит окружение. Ну и как это и бывает в таких случаях. Он не успевает уехать. Немцы захватывают эту деревню. И он там остается полностью отрезан от всего. Но Ленинград, конечно, уже окружен. И он не знает, что ему делать. Надо что-то есть. Он начинает выступать. Петь в деревнях за еду. Немцы узнают о том, что у них на территории оккупированы ими. Кто-то вот так замечательно поет. Они его находят. Начинают платить ему зарплату. Он ездит с гастролями по оккупационной территории. Я думаю, и Вагнера тоже он исполнял. Они посылают его в Вену. В Прагу он там поет. То есть он в госпиталях для немецких солдат выступает. Прессу они ему делают. Ну и, естественно, вся эта коллаборационистская компания. То есть везде пишется, что он предпочел Германию. Сталинского режима. Вот это все, вот это как обычно. Все это сопровождает его. Ну и здесь уже знают о том, что Печковский предатель. Изменник Родина. Но в отличие от Жадана, он не хотел оставаться на Западе. Он сам пришел в 44-м году в советскую администрацию, когда началось освобождение Европы. И его арестовали органы СМЕРШ. Италии ему 10 лет. И отправили его в Инту. Такой заполярный городок, которым в свое время написал Ярослав Смеляков. Тоже там сидевший. А Смеляков, как известно, три раза арестовывался. И стихотворение довольно интересное. Он там пишет, что жили мы по простоте в славном городе Инте. Я сейчас по памяти цитирую. Но смысл такой. Там много людей сидело в Инте. Вот эти знаменитые сценаристы, тогда еще молодые, совсем ребята. Это дунский эфрит, которых арестовали за покушение на товарища Сталина. Они жили на Арбате. И один из них сказал следователю, ну как же так? Окна моей квартиры не выходят на Арбат. А он говорит следователю, ну а какая разница? Товарищ Сталин по Арбату, который сейчас старый Арбат, ездил на работу. И там, когда он ездил, через каждые пять метров там стоял соответствующий человек в штатском. И их туда отправили. Но Печковского, конечно, на лесоповал. Не заставили идти работать. Тогда после войны лагеря соревновались по уровню самодеятельности. Художественная самодеятельность была популярна. Вот всех туда забрали. Эдди Рознер со своим джаз-оркестром. Говорят, что это было не из лучших джаз-оркестров. Всех туда, значит. Арестованы, естественно, они все были. И Русланова тоже. Много-много было людей. Театры лагерные. Вот это целая система. Ну и вот он там в самодеятельности-то руководил. Потом его реабилитировали в 54-м. Вернулся он. В Ленинград, конечно, не сразу его пустили. Потом приехал в Ленинград. Но уже никуда его, конечно, не брали. Но его реабилитировали. Есть решение, что он не предатель. Ну, конечно, так сказать, судьба была сломана. Такое пятно очень тяжело смыть. Жертва обстоятельств. Война ломала все. Ломала судьбы. Уничтожала судьбы. Меняла судьбы. Как сказал поэт, что не я участвую в войне. Она участвует во мне. Ну, мы продолжим историю о судьбах, которые изменила война. Мы придем сюда же, на театральную площадь, к Большому театру. Город полон тайн и звуков, ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. И за поворотом нас ждет новая история, новая судьба, новая мелодия. По улицам города прогуливались Ирина Кленская и Александр Васькин. Режиссер программы Виктор Енченко. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовом коммуникации.